Девушки отдыхают Первая серия вышла недавно на канале, в ней Григорий говорит, слушайте, южанин встретил меня на улице в немецкой деревне, в Краснодаре, говорит, южанин, я хочу вам дать интервью, большое интервью, рассказать, что люди-то бегут из Европы, люди бегут из Европы, люди хотят жить здесь, в России, я отнесся скептически к нему, думаю, ну мало ли что там, в общем, поговорили мы с ним, я полностью поддержал его желание переехать сюда, и мы выпустили выпуск. Вам он очень понравился, кто не видел, посмотрите обязательно. Но тут мне написали в директ социальных сетей, кстати, подпишитесь на них. Написала девушка Юлия, говорит, слушайте, я не согласна, я не согласна с вашим предыдущим оратором, дело в том, что он и всех деталей-то не рассказал, всей жути, что творится там. Я, говорит, сбежала с Америки в Россию, и готова вам рассказать, почему Америка хуже России, и здесь жить лучше, сбежала она, как вы понимаете, в Краснодар. В общем, досмотрите этот выпуск до конца, вы услышите мнение Юлии, и вообще разные точки зрения по поводу того, нужно ли вообще переезжать, и почему так всех манят, а сюда, и почему там хуже. Все, это Южанин, я начинаю. Ну что, может быть, рванем на эти выходные в Майами? Ну, страну, очевидно, просто разваливают, это какая-то есть причина для этого, то есть рухнет Техас, это все, уже обратно дороги не будет. Ну, что-то как-то вот нам денег как-то слабенько хватает. Ага, надеялись на одно? Да, 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 да. И дома, которые стоили 200-300 тысяч долларов, они теперь стоят 500-600 тысяч долларов. Вы не агент Кремля? Наши врачи там не люди, да, то есть, да, врачи наши не люди, наши медсестры там не медсестры. В Америке люди не знают, что есть китайские машины. Доллар 29, один комедор, это не килограмм. 79 центов за одну катушку, смотрите, цена. Если мой сын хочет иметь пять детей и жениться на белой девочке, и ему не скажут, что он расист, потому что он не женился на черной, то ему вариантов нет. Я гляжу, такая профессиональная камера идет, я думаю, так, это точно... Это точно, где-то тут и южанин. Да, да, да. Сергей? Юля? Вот, чтобы вы просто понимали, ну, как зовут нашу героиню, как зовут меня, если вдруг вы забыли, а кого встретили с камерой, это Алексей. Вот он как раз сейчас подходит, и мы сейчас возьмем и расскажем всю правду. Сейчас все будет, сейчас все будет, вот видите, оп. Что слушаете? Как куда-нибудь сюда. Да, слушала с немцем с этим. А-а-а. Переслушала, хотела узнать, думаю, может там дополнительные какие-то моменты, я бы хотела провести параллели. Итак, давайте, наверное, по порядку. Вы жили в Америке, как вы туда попали? 25 лет прожила в Америке, ну, вот в этом году было, будет. Не состоялся юбилей. Да, не состоялся, немножко не дотянулся. Но мне нужно было вернуться, чтобы проголосовать, естественно, на выборах, что я успешно сделала на Красной 5. Вот в прошлое воскресенье, я не могла пропустить это событие. Ну, вот вообще, что у вас занесло-то в Америку 25 лет назад? Да, ну, у меня ситуация такая обыденная, скажем так, я вышла замуж в свое время. Если помните, у нас здесь была Кока-Кола, ну, в Волгограде, Волгоград Баттлерс, Кока-Кола. А в Краснодаре был филиал, и я была оригинальным маркетинг-менеджером компании Кока-Кола Волгоград Баттлерс. И общалась с американцами, которые периодически приезжали работать. И приехала судьба однажды, вместе в вахтой, знаете, вот так вот. Хорошо, судьба приехала, вы, получается, коренная Краснодарка. Скажем, коренная Кубанка, скажем так. Кубанка, да. То есть у меня вся семья с Кубани. Вот, с Тамани в основном, большая часть это мамина линия с Тамани, папина линия с Кореновского района. И вот вы со своей судьбой поженились, полетели в Америку. В какой штат, в какой город? Да, я живу в Техасе, ну, жила в Техасе, да, семья еще частично там. Вот, у меня сын доучивается в университете Техаса, город Даллас. И сын просто не дождется вернуться в Краснодар. Сын? Мой сын. Вот это странно, потому что обычно, знаете же как там, родители, что-то там уже, тоска по родине. Вот это вот, вся вот эта вот, как это, ностальгия. А дети им, почему сын-то, почему сын хочет? Хочу сказать, что, ну, сын у меня прямо на удивление, я думаю, это воспитание отца, который вот такой вот, ковбойского духа, скажем так, склада, да. Ну, начнем с того, что, где отец взял жену. То есть проблема женщин в Америке, она, как она была острая 25 лет назад, она ничуть не изменилась. То есть у меня как-то была надежда, что что-то в Америке произойдет, и какой-то консервативный, вот, особенно когда там Трамп пришел к власти, да, что будет какой-то консервативный всплеск. И там есть вот этот консервативный всплеск, но вот эта волна либерализма, совершенно идиотского, она все равно продолжает захлестывать в страну, и, как бы, лучше, оказывается, вообще не стало. То есть мальчикам, ну, вот... Труднее найти невесту еще, чем 25 лет. Еще сложнее найти невесту, да, на самом деле, на самом деле. Ну, давайте сейчас по порядку. В общем, вы приехали туда 25 лет назад, у вас замечательная семья, у вас родился ребенок, вот, вы жили, жили, все замечательно, сюда ездили в гости. Летать в Россию для американца очень дорого. Это вот основная причина. Что вы так редко бывали? Да, то есть, например, вы же не собираетесь ехать одна, да, вы поедете с мужем, с ребенком. У меня еще была дочка с предыдущего брака из России, то есть вот нас надо четверо отправить, извините, это полторы тысячи долларов, только полет. Вот, и американцы, которые будут рассказывать сказки, что... Летают сюда на выходных, могут прилететь? Да, однозначно нет. Самое максимальное, что американец себе может позволить, это слетать в Мексику на выходные. Вот, это основная, как бы, масса людей, которые, я знаю, даже в Техасе, которые граничит с Мексикой, то есть два часа перелет, выходные провели, и то, если какой-нибудь был дел, или какие-нибудь скидки, или какая-нибудь акция, это вот все, что большинство американцев, они не выезжали со своего штата. А как же вот говорят во всех этих голливудских фильмах, ну что, может быть, рванем на эти выходные в Майами, или вот отправимся в путешествие, там, на Гавайи, вот почему они постоянно куда-то летают? На Гавайи не поедут никто, никто не поедет. Почему они постоянно куда-то летают? А они, то есть, это, получается, все-таки, вот это вот фильмы? Фильмы, пропаганда, пропаганда, да, то есть, я даже не знаю, кто может вот рвануть, то есть, мы, как бы, из обеспеченной семьи, у меня муж, а... А, вот, то есть, вот я сейчас вот этот вопрос как раз вот хотел задать, то есть, но, чтобы вы просто друзья понимали, вы же наверняка сейчас будете спрашивать, да, на просто... Да, наверное, там, да, лузер, что-то неудачник. Да, по последней, там, деньги, там, это, живет, и поэтому, конечно, и тяжело. То есть, у вас нормально с деньгами? Ну, вот, смотрите, допустим, если муж зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц. В месяц? В месяц. И вы зарабатываете, ну, допустим, 6 тысяч долларов, 7 тысяч долларов, ну, для начала. Потом я тоже стала зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, да. И вот, имея двух детей, вы и дом, за который нужно платить, и которые в библиотеке, налоги, и все вот коммунальные услуги, и питание, чтобы хорошо питаться и так далее, это все очень накладно. То есть, мы могли позволить и в Майами съездить на недельку. Ну, слушайте, это прям очень дорого. Да, 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 и, допустим, на две недели в Мексику отдохнуть. Но в Россию, знаете, это уже начинает дорого становиться. То есть, 4 тысяч, это 5-6 тысяч только за билеты нужно было дать, чтобы ехать всей семье. 5-6 тысяч. 5-6 тысяч. Более того, вариант номер два, подходим к другой проблеме, это отпуска. Да, то есть, если здесь у вас 28-30 дней, это нормальный как бы отпуск. Ну, стандартный для всех, да. Стандартный, там начинаются вот две недели, и лет 5 работаете, может, мы там еще вам чуть-чуть прибавим. И эти две недели вы должны взять на весь год. А там же когда-то каникулы у детей, кто-то заболел, а еще какие-то там семейные праздники и так далее. То есть, а приехать в Россию, извините, две недели, это ну никак. Ну, конечно. Как акклиматизировать, если ехать, вот видите, я сюда уже переезжала, когда окончательно, да, я летела через Турцию. У меня поездка заняла два дня. То есть, я вылетела, издалася в среду, а прилетела сюда в пятницу. Юля, можно один только вопрос? Вы с вашим достатком могли же переехать в замечательный Сочи? Почему Краснодар? Потому что, ну, вся моя жизнь была здесь, в Краснодаре. То есть, мои кумадья, мои подруги самые лучшие, мои бывшие работники, мои бывшие однокурсники с университета, все здесь. То есть, здесь очень проще приехать и сразу обосноваться. Друзья мои, если вы все-таки думаете, куда же переехать в Краснодар, а может быть вам нравится в Сочи, посмотрите вот эту информацию полезную, которая сейчас будет специально для тех, кто хочет жить на юге. Что нужно человеку для счастья? Чтобы рядом с домом о чем-то шептали волны моря, чтобы можно было дышать свежим горным воздухом каждый день, чтобы слушать шелест листьев пальм и наблюдать за колыханием красивых цветов магнолий. Да при этом, чтобы рядом были самые-самые близкие родные. А летом можно было на пляже загорать, зимой на лыжах кататься. И все это не выезжая из своего родного города. А возможно это, друзья мои, лишь только в Сочи. Уникальный город-курорт действительно просто влюбляет в себя, стоит только оказаться на его улочке. Гуляешь вот так вот по Новогинской и полное ощущение, что ты в сказку попал. Так невероятно красиво. Сразу хочется остаться здесь жить. Да не абы где, а недалеко от центра. Чтобы до всех красот было рукой подать, чтобы инфраструктура была развита, чтобы продукты можно было легко купить. В общем, чтобы все блага цивилизации были рядом, под рукой. Все эти мечты легко можно воплотить в жизнь, причем очень выгодно. Сейчас в центральном районе Сочи строится уникальный жилой комплекс «Горный квартал». Его примут мы в наш родной замечательный Краснодар, к нашей героине Юлии. И Юлия что сделала? Она просто взяла и пожила в очень хорошем по фильмам месте нашей планеты, это Соединенные Штаты Америки. Зарабатывая очень хорошие деньги. Да. Когда вы решили, что вот вы живете-живете, зарабатываете-зарабатываете, зарабатываете-зарабатываете и такая, все, надо ехать. Да, вы знаете, нужно пожить, чтобы сравнить Америку, которая была 25 лет назад и которая сейчас. У нас там, конечно, сейчас волна вот этих вот мигрантов, которые через стену пограничную с Мексикой лезут. И очень много русскоязычных мусов в всей территории бывшего Советского Союза, то есть не только россияне, а очень много других. И люди едут и вот с этой вот идеей в голове, да, что мы приедем и там вот что-то такое. И я вот вижу, мне попадается очень много YouTube-каналов, когда люди сейчас вот очень как-то печально звучат, понимаете, как-то разочарованно звучат, что что-то как-то вот нам денег как-то слабенько хватает. Ага, надеялись на одно. Да, 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 да. То есть мы-то думали и, наверное, мы не сможем, хотели поехать навестить родственника, наверное, не получится. И работают они на самых низкооплачиваемых работах, на которых буквально вообще... Ну, то есть это не та Америка, что была раньше. Плюс цены выросли на недвижимость нереально, но во время пандемии, скажем, вот этих вот... Ну, в России тоже, я знаю, были очень низкие ставки по недвижимости. То есть просто, ну, вообще, копеечный 2%, 3%. И дома, которые стоили 200-300 тысяч долларов, они теперь стоят 500-600 тысяч долларов. Вот. Это купить... Средняя зарплата вы получали с супругом, ну, образно говоря, на 15-20. А средняя зарплата, это вот только реальная зарплата, которую получают, ну, не абы кто, а вот, ну, обычный среднестатистический житель. Какая она? Ну, вот, скажем, учитель, например, он будет получать где-то от пикигейский до шестигейский тысяч. То есть это чистыми на руки 3,5-4 тысячи. 3,5 на руки. Это в год 50-60. Это в год 50-60. 3,5. Из них, по-моему, скорее всего, это уже на руки. То есть от ним отняли уже налог, отнялись социальные там все выплаты, пенсионные фунты и так далее. Ну, тоже неплохо это остается. Это нет, это вообще ничего. 3,5 тысячи... 3,5 тысячи долларов? Ничего. Если он снимает квартиру, скорее всего, это... Ну, если на семью, то это в пределах 2,5 тысяч. Если это ипотека, то тоже 2,5 тысяч. Машина-страховка сейчас очень сильно поднялась страховка на машине. Так. То есть сама страховка на машину может быть 200-300 долларов в месяц. И даже 400 долларов в месяц. Это на одну машину. Если у вас 2 машины, а если еще сын постарше, ему надо тоже 3. То есть 400-500 долларов можно в месяц спокойно платить на машину. А то и 600. Причем же арбузы. 5,99. Ну, грубо говоря, 6 долларов. Арбуз. И помидора 4,5. Помидор 3,6. Минеральная вода. Вот такая бутылка стоит 1 доллар. Малочки. Такие. За одну. Яплако 70 центов. Есть пиаблики дороже тоже. Да, это органический доллар 29. Их означает. Это за одной. Помидоры. Вот это помидоры. 1,29. Доллар 29. 1 комидор. Это не килограмм. 79 центов за одну катушку. Смотрите, цена. Их. Такие коричневые. 12 часов. Но в этом магазине. Самый дешевый магазин. Вот отлично. 5,99. Молоко. Ну вот галун. Органик молока. 5,99. Или ухода берет 6 долларов. Ну вот органическое мясо. 7,49. За 1 паунд. Вот такое оно. Мясо органическое. 1 паунд. Это 454 грамма. Цена 7,49. Еда очень подорожала. Естественно, очень большая пропаганда. По всем средствам массовой информации. Что это Путин виноват. Почему? Ну как, СВО началось. И цены на нефть тогда поднялись очень сильно. Сейчас немножко опустили. Но был такой всплеск, что с 3 долларов за галлон до 7 долларов за галлон. Вот так. Вот так. Понимаете, такое вот. При этом при Трампе в Техасе был 1,25 доллар за галлон. А теперь почти 4 доллара за галлон. Там 3,25, 3,75, в зависимости от марки. Они пытаются держать. Но за счет чего удержали эти цены? За счет чего? За счет того, что США продало почти 70% своих стратегических запасов. То есть они продали Китаю свои запасы. То есть они вроде как врагу, который они называют. Они продали эту нефть Китаю. И запасы за счет этого сбалансировали вот этот вот скачок цен. Потому что народ просто начал на уши становиться. Цены взлетели на все нереально. Ну, нереально. Ну, представляете, доллар 25 и 7 долларов. В течение года, допустим. Ну, нереально. А они сбалансировали. И во всем этом виноваты мы. Конечно, конечно. Сказали, это Путин, это из СВО. Там вот пошли по переводе с поставками. Сплеск был цен на нефть. Это Путин. Ну, во всем, вообще, во всем США виноват Путин. Во всем. Так. Ну, все-таки. Все-таки. То, что виноваты мы во всех бедах, это как бы предсказуемо. Ввиду того, что там идет какая-то пропаганда определенная. Что еще там вас не устраивает? Вот из-за чего вы решили, что это не ваш мир? Не ваша Америка уже? Ну, страну, очевидно, просто разваливают. Это какая-то есть причина для этого. Вы сейчас говорите про Америку. Прямо не про Америку. То, смотрите, друзья мои. Потому что вот такие, когда фразы, знаете, берут, страну, очевидно, разваливают. Это всегда в контексте, что-то у нас здесь творится. Да-да-да. Запускают мигрантов. Какой-то кошмар у нас. Запускают мигрантов, кошмарят нормальных белых людей. Это все не про Краснодар и не про Россию. Это про Америку. Да, то есть, это видно. Все республиканцы и консерваторы, патриоты Америки, да, они это все очевидно осознают, что идет целенаправленный развал страны. Это не то, что, ай, Байден, просто такой он, ну, немножко не в себе, вот такой вот выбор. Нет, его, во-первых, выборы были подтасованы, это 100%. Я сама наблюдала за этим всем событием. И я была вот сейчас голосовала, да, то есть вообще и близко. Посмотрели с тем, что там было? Что там, да. Во-первых, это с паспортом, там же не голосуют с паспортом. Там вообще идет борьба, чтобы голосовать хоть с чем-то. Чтобы хоть вообще принесите хоть что-то. Семь лет назад я потерял паспорт. Есть на холодильник паспорт. Сказали, можно голосовать так. Хоть какую-нибудь просто фотографию, что вы это вы. Настолько свободная страна. Они сказали, что вы голосовать должен человек просто вот с улицы. Вот захотел. Ну, мало ли, что в Конституции написано, что только граждане. В Конституции написано, но это же ущемляет свободу. Мало ли, что сказано, что мальчик это мальчик, а девочка это. А мы вот их передумали. Ну, это вот тоже вот вам, ну, вас как-то задело. Вот эти все разговоры про то, что засилие какие-то. Так если бы разговоры, да. Если бы это были разговоры, это реальность. И понимаете, насколько Техас консервативный штат, но это последний плод. То есть рухнет Техас, это все. Уже обратно дороги не будет. А Техас, вот тоже все говорят, ну, зато Техас там такой консервативный. Очень много переехало с Калифорнии. То есть, значит, их там прижали. Налоги платить стало невозможно. Ввели такие правила, что уже, ну, вот это вот наркоманы, вот эти вот бездомные, которые возле школы ваших детей, непонятно чем занимаются, понимаете. И люди на улицах каждый день, ну, под влиянием наркотиков, можно просто подойти и ножом пырнуть или выстрелить пистолетом. Это каждый день случается. И, значит, в Калифорнии вот эти демократические ценности довели до того, что люди, не было даже вот этих машин, которые, знаете, грузовичков, которые перевозят вещи, да, что человек может взять машину такую специальную, ЮХАЛ называется, туда засунуть вещи и переехать. То есть ты сам едешь, свою машину, например, жена за рулем едет, а ты везешь вот этот вот грузовик с барахлом со своим. В Техас за два месяца вперед, за три месяца вперед не было ни одного ЮХАЛа в Калифорнии. Ну, у нас вообще никогда их не было. Ну, это же не... Ну, это к тому, что вы не могли даже арендовать грузовик. А по куда они делись все? Все в Техас уехали. А почему? Потому что в Техасе меньше вот этого вот пропагандистского... Беспредела. Беспредела. То есть, ну, так, а в итоге что получилось? Значит, все эти либералы, которым надоел беспредел в Калифорнии, они все переместились в Техас. И теперь они переехали в Техас, знаете, как из области. Нам нравится, что здесь спокойно, чисто, хорошо. И есть права. Но мы все равно хотим свои трансгендерные вот эти... Принести свои правила. Свои вот эти вот давайте не будем... И они начинают свою пропаганду либеристическую тащить в Техас и во Флориду. То есть, в консервативный штат. И этим они начинают переворачивать... Как бы... Количество соотношения голосов в сторону либералов. И причем, знаете, они очень активные. Они очень такие агрессивные, активные. Если вот консерваторы, да... Ну вот мы сидим дома, там пришли с работы, со своими детьми. Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Эти нет. Они активные, они выкрасят себе волосы зеленым цветом. И пойдут в массы, там, что-то там пропагандировать, орать, кричать, пока там никаких... В двери стучать и начинают промывать мозги детям, которые в университете. А, то есть, это прямо вот так происходит? Да, прямо так и происходит. Ну, то есть, вы сейчас вот говорите, ну, вы сталкивались с этим? Ну, да. Напрямую, да. Ну, то есть, просто чтобы вы не думали, что речь идет о том, что там просто кто-то где-то чем-то занимается. И это идет открытая жесткая пропаганда и вливание в массы раму. Да, да. И мало того, там у них есть шоу вот этих вот трансгендеров, интрансвеститов, прямо в центре Далласа. И не могут ни губернатор штата, ни люди там бастуют запретить, чтобы они туда детей не запускали. То есть, там мужчины, одетые в голом виде, в женщин, устраивают это шоу и туда запускают детей. И что там, только они пытались сделать, и через Конгресс вот эти либеральные власти, они захватили власть во всех крупных городах. То есть, у нас три крупных города в Техасе. Это столица Остин, Далласа, где моя семья, где мы прожили 25 лет, и Хьюстон. И во всех трех городах захвачена власть либералом. Вот эти вот консерваторы, они живут в сельской местности, то есть, они остались. Но крупные города, это где университеты, где крупные школы, тогда колледжи, это все вот эта либеростня, которая просто захватила вот эти города, и университеты промывают мозги молодежи. И выгнать их, выпихнуть нельзя. Два вопроса, ну, такой очевидный, но все-таки. Вы не агент Кремля, не получаете заработку. Мне уже сказали, что да, я да. Я просто, если вы хотите задать напрямую вопросы, вы можете сделать это здесь, в комментариях, а можете на канале у Юлии, где она как раз-таки все это рассказывает и показывает. То есть, она делится это не только со мной, такая вышла такая, так, что же не рассказать. Сейчас я как насмотрюсь там всякой чернухи, и приду ему, она рассказывает и показывает это на своем канале. Поэтому вы можете зайти, посмотреть, вот здесь вот ссылка в описании видео. Ну, и задавать вопросы здесь, под этим видео. Потому что я думаю, что вы будете смотреть. Однозначно почитаю все комментарии, постараюсь ответить. Вот, самый... Вас вообще никогда не обвиняли, что вы предательница? Да, 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 уже обвинили. Уже даже угрожали мне сдать меня ЦРУ. И сказали, что когда я прилечу в США обратно... За что? То меня уже будут ждать агенты. За что, за что, за что? Вот я не могу понять. То, что вы говорите? Да, за то, что я говорю. Вот, потому что очерняет... Ну, есть блогеры, которые тоже давно уехали, 30 лет назад, во время развала Советского Союза, по вот этим еврейским программам. Там у них большая, большая комьюнити, да? То есть еще вот тех вот, той волны, которые им там все давали, бесплатно и так далее. И они Россию не считают ни своей. Ну, то есть они с разных союзных республик, с Таджикистан, с бывшего СССР, да. Они Россию вообще не признают, не считают ничем хорошим. Путина считают диктатором, почему-то считают, что в Америке до сих пор демократия, этот голод на холме, который свободу дарит, несет всем. И то, что вот я рассказываю, такие вещи, да, то есть они почему-то считают, что я вру. То есть она врет, она обливает грязью США. Я говорю, что если вы этого не видите, это говорит только о том, что вы просто живете в своем замкнутом мире, вот русскоязычном мире. Вот все они там, таджики, узбеки, евреи, вот они все там варятся, у каждого свой какой-то бизнес, все друг у друга работают. Может, они не знают, что в стране происходит. Вы решили переехать. Да. Вы посмотрели, сказали, все, я не могу больше здесь жить. Сказали, как отнесся супруг? Ну, супруг, конечно, настороженно отнесся. Я думал, он сказал, идем разводиться. Нет, 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 слава богу, да, не дошло до этого. А то, я думаю, с такой-то супругой. Я думаю, что благодаря тому, что сын уже был очень позитивно настроен. То есть сын тоже ему не нравится вот эта вот вся история? Вообще, сын, вот у нас, вообще такой крисофар Райт, это очень сильно правый. Сильно правый, это, то есть, вот, консерватор такой прям настоящий, да. Настоящий вот консерватор, без никаких вот этих вот диверейшн, без вот этих вот туда-сюда. То есть все должно быть вот супер строго консервативно, вплоть до того, что женщина должна быть дома, расти детей, большая семья, я хочу пять детей. Ну, такого ему в Америке ему не светит. Это, ну, вообще не вариант. Вообще не вариант. Ну, что произошло? Ладно, там, ну, вот эти вот, допустим, те, кто, ну, короче, что-то произошло там? Ну, ничего, то есть, ничего хорошего не произошло. А как же вот говорят, что там люди с работой, с хорошим образованием, с хорошим опытом, люди, которые, там, врачи ценятся? Вы знаете, Сергей, мне нравится ваш подход. Вы задаете очень правильные вопросы и очень правильно спрашиваете, да, все, что нужно спросить. Наши врачи там не люди, да. А, вот оно как. Да, врачи наши не люди, наши медсестры там не медсестры, никто вас не возьмет работать в медицинской области вообще никак. У меня даже есть, как говорится, прям живой пример. Вот девочка, которая приехала, тоже вышла замуж за американца лет 20 назад. Я у нее была на свадьбе, она была здесь, она из Татарстана была, из Казани, и она уже была здесь в свои 35 лет или в 36 лет заведующая гинекологического отделения. И там, как бы, просто окрест, она пыталась просто, говорили ей, ну, ты просто пересдашь экзамены и начнешь работать. В общем, во-первых, сами экзамены очень дорогие, чтобы заплатить за каждую пересдачу, там 1000 долларов стоит. Она училась, она изучала, она печала сама, невозможно. Невозможно. Они сделают все, чтобы ты этот экзамен не сдашь. Она пыталась раза 4 или 5, то есть потратила лет 5 жизней, чтобы пересдать, чтобы просто подтвердить диплом. Не смогла. Нереально. Друзья мои. Надо переучиваться вообще с нуля. Это, чтобы вы просто понимали, но, опять же, интересно, когда есть опыт кого-то. Не просто там, вот я слышал где-то, то есть это ваше знакомое, близкое, которое... Да, очень близкое. Да, которое так получилось, что... Вот вы приезжали сюда, смотрели на Краснодар. Я сейчас просто хочу возвратиться все-таки в наш прекрасный город. Менялся он или нет? Ну, видите, поскольку я не приезжала долго, и вот я объясняла, почему. Вот вы приехали к Ленин. Ну, шок, у меня шок полный. То есть 15 лет... Вы попали сразу в музыкальный, что ли? В дождь музыкальный, и шок сразу. Я думаю, что у меня был... Я попала на солнечную, близко, скажем, к музыкальному, да. То есть я попала на солнечную, я приехала к родственникам, их знакомым, и сначала гостила, да, то есть я приехала в мае. Ну, как раз... Вот эти, во-первых, фрукты. Всего это... Вот еда, это другая больная тема. У меня на канале целое видео сделало, что не так с едой в США. И я вам честно скажу, что те, кто переехал отсюда, оттуда, как они там справляются теперь с едой, потому что еда настолько ухудшилась, что она просто... Ну, даже органическая еда, за которую ты будешь переплачивать два раза больше, оно несъедобное. Вот. Я здесь даже скажу, поправилась в Краснодаре после приезда. Настолько все вкусно, настолько все... Ну, и по цене доступно, да, но я понимаю, что для россиян, может быть, не очень, но в принципе доступно. Ну, качество еды. Я знаю, что здесь нет ГМО, здесь нет химии, здесь нет всяких разных гормонов напичканных. То есть можно вполне купить даже в любом магазине, есть отдел, где написано фермерские продукты или фермерский рынок или фермерский уголок какой-то. Даже в самом обычном магните есть место, где будут фермерские продукты, если вы хотите. Точно так же можно просто ее доступно купить на любом рыночке. Мясо. Мясо. Мясо лучше, чем там? Да все лучше. Да все лучше. И мясо... просто потому, что... может, потому, что просто вас говорит вот эта вот ненависть к ним? Да, ну, нет. Я реально понимаю еду. Я когда начала здесь попробовала клубнику весной, но обычную клубнику с огорода. Знаете, у меня слезы... Я не шучу, у меня пошли слезы. Я говорю, боже мой, мой сын вырос, он не знает, что такое настоящая еда. Вот я просто осознала, что мои дети, они не едят настоящую еду. Вот. И, да, я не дождусь, когда приедет мой сын, чтобы ребенок начал в своей... вот уже ему 19-20 лет будет. Наверное, он впервые попробует фрукты, которые... настоящие фрукты. Они замороженные, гормональные, непонятно какого качества. Может быть, не все так плохо? Ну, я думаю, что на самом деле все так плохо. Я просто объясню вам, друзья мои, дело в том, что когда... Мы же как познакомились? Вышел ролик про то, почему бегут немцы. Юля написала в социальную сеть, сказала, фу, Сергей, он даже половину не рассказал причин, из-за которых люди бегут. То есть, ну, как бы, я мне стало интересно, думаю, ну, я знал, какие причины мы, ну, не упомянули просто потому, что нашего предыдущего героя там были родственники, которых он боялся, что как-то это отыграется. Опять же, вот видите, то есть, человек не может сказать правду, потому что он боится, что там за эту правду его родственников, вот, пожилых, где-то далеко-далеко, посмотрев небольшой канал «Южанин», люди смогут сделать плохо вот это, ну, его родным и близким. «А там же типа демократия, а там же типа слова, самобода слова». То есть, если вы верите, что в Америке есть капитализм, или вы верите, что в Америке есть демократия, то вы жили, как у нас говорится, «under the rock», да, то есть, ты 30 лет под камнем где-то прожил, под камнем. Если ты не видишь реальности, то ты живешь под камнем. Вот, знаете, как вот черепаха, или там, какой-то червяк, он всю жизнь прожил под камнем, в тенечке, да, никогда не вылазил, это была его там сфера жизни. Вот так вот и вы... А не заходят к вам люди на эти, на канал и, ну вот, смотрят, они пишут, что они пишут в свое оправдание? Что она все врет, она недопатриотка, она недоамериканка, мы тебя сдадим в ЦРУ, мы уже написали ЦРУ на твой канал, дали наводку, ты предатель, ты все врешь, вот так. Давайте возвращаемся лучше в Краснодар. Да, давайте в Краснодар. Опять же, потому что вы, вы же приехали, вы же смотрели, у вас была квартира, вы ее продали, вы стали выбирать, смотрели на город и думали, так, где я хочу жить? Все-таки Краснодар, хороший город стал. Очень хороший. Очень хороший город стал. Вот, я вас очень сильно поддерживаю. Вот, на самом деле, да, несмотря на все эти минусы, которые люди сейчас будут говорить, да, он на правке, да, его угробили. Слушайте, ну, на самом деле, давайте, вот человек 25 лет назад уехал, приехал, и... И в полном восторге от города. Ну, как же, было же раньше маленький, комфортно зеленый. Ну, красная, как бы, она вот сохранилась, я очень, кстати, впечатлена, что красная сохранилась, и все эти деревья, кусты зеленения, цветочки кругом, всякие саженцы, мусорки везде стоят, освещение везде есть, огромные микрорайоны, да, настроенные, что-то уже вот потрясает, спортивные центры, катки, даже вот я в Кореновск ездила, навещала родственников, в Кореновске уже тоже каток есть, чего не было, даже представить не могла, даже в сельске, даже это днем от Краснодара, едете, я первая моя поездка, раньше я ехала, я видела там ужасные дороги, сейчас я еду в Кореновск, я вижу побеленные деревья, зеленые поля, прекрасная ровная дорога, с белыми полосочками везде, то есть едешь, дорога, ну, просто качество, я бы сказала, наверное, лучше, чем в Америке, нет заплаток, в Америке, уже вся инфраструктура начинает, она вот крамбл, то есть она разрушается, дороги уже как бы сыпятся, тут я еду в сельскую местность, и я вижу, какие хорошие дороги, кстати, снесли вот этот вот на выезде, помните, была на Ростовской трассе, была там станция, раньше останавливали машины, была полицейская станция, ДПС, да, ее уже нет, там какие-то развилки, там какие-то мосты наворотили, которых нет, я еду, говорю, а что вот это строится, это вот какая-то объездная, она там то ли на Джубгу, то ли куда-то, а это что-то, это там что-то там еще строится, что-то уже запустили, хорошего качества дороги, прямо просто потрясающе, ну конечно там пробки, потому что дачные вот эти, но они там всегда были, на въезде в Краснодар, с Ростовской трассы. давайте так, давайте так, пробок в городе полно, заторы, жесткие, да, тут просто как бы надо учесть, что, почему пробки-то, да, не потому что они строятся развязкой, но еще и потому, что сюда в одна часть, ну за 10 лет, приехало полтора-два миллиона человек, полтора-два миллиона человек, кто-то живет уже постоянно, кто-то, вы с пропиской еще? я с пропиской, а вот, то есть, кто-то без прописки живет, и таких очень даже много, вот, пожалуйста, ну и как вы выбирали район? дальше не скажу, как я выбирала район, но я хочу отметить, по поводу пробок, мне, я вот, я же часто на такси, я же приезжая, да, я еще не поменяла права, кстати, тоже позитивный момент, что когда у вас, если есть старые российские права, которые у меня нашлись, оказывается, не нужно сдавать экзамен, чтобы, нужно просто пройти медкомиссию, вот для этого мне надо было прописаться, а вот то, что медкомиссию не пройдешь без прописки, в Америке медкомиссии нет вообще на право, то есть, никакие медкомиссии не проходят, для получения прав, зрение проверяют, проверяют прямо в полицейском участке, просто проверяют зрение, и все, медкомиссию, как таковую, пришла, на солнышко, поигрится, киська, медкомиссии вообще не проходят, я их знаю, это плюс или минус, наверное, плюс, я бы сказала, потому что кто знает, какие там сумасшедшие гоняют на этих машинах я тоже был если честно бы проверял бы особенно после того как вы упомянули про то что очень большой процент наркоманов да очень ну в общем и так вы едете на такси да еду на такси и такси очень часто многие таксисты возмущаются что пробки да вот мы едем они ругают пробки и я когда у меня есть шанс и долгая дорога допустим дату я не стесняю сказать что вы знаете в других странах тоже они есть и выиграть и только россия в других странах они есть и с ними что-то делают а у нас нет других странах есть и чтобы они не делали они все равно учесть то есть я приезжала в даллас 25 лет назад построили когда огромную развилку имени джорджа буша мне тогда говорили что когда ее построят потратили миллиарды долларов на постройку наверное строим массиве лет шесть или семь ему конце концов сдали эту развязку прям центре дался тоже старый даунтаун да и поскольку вот никак ты не построишь между дорога между домами и они вот где-то в центре вот так на массиве развязки что не ехать допустим не по красной будете ехать там вот на на мостах которые потом разойдутся на колоннах они будут вдоль красной например стоять и где-то там выйдут но я вам скажу ничего не помогло то есть строят развязки тут же приезжают больше людей достраивать другие развязки приезжают тут же больше людей потратили уйму денег настроили уйму развязок как пробки были бешеные во время утром и вечером так они и сейчас вот краснодар такой вы сейчас возьмете начнете жить здесь и подумаете да зачем же я сюда приехала то тут одни и те же пробки постоянные только вот этих лгбтшников нет это хорошо лучше пусть будут пробки ну во первых можно работать из дома можно открывать какие-то бизнесе да и близко к своему дому если говорить про вот ваши ощущения от жизни вы начали говорить с местным жить но менталитет местных краснодарцев ну я не прекращала я на семью говорить да сейчас очень трудно интегрироваться я думаю что нет я как бы этого не наблюдаю вот что мне трудно интегрироваться это финансовые разные системы потому что ребята те кто думает что в америке америка это там страна гугла apple apple google facebook и так далее я не знаю но только вообще что мы где-то отстали где-то прошел какой-то какой-то прошел нам все рассказали что надо в россии рассказали я до сих пор мне вот уже говорят одну ты уже ты тут пять месяцев практически ты уже интегрировалась ты почувствовала себя человеком у меня тоже каждый день такие смешные казусы я у себя на канале показываю что я каждый день попадаю ситуацию где я не знаю как мне окажется можно там пример телефоном приложить телефон что-то там qr-коду что-то оплатить да или там друг другу люди на телефон что-то там бросают этого нет есть мало ли ну просто буквально может 10 процентов от того что у вас вот если ты в этом банке я в этом банке и там только должна быть специально такого программа но еще какую-то сумму как-то с большим трудом через курсу верификации можно в одном банке переслать но первым уже джеках оплатится там по моему привязывается уже карта то есть просто ты свою карту кредитно привязываешь на сайте там электрической компании просто за эту карту снимают но не так как у вас там через густо госуслуги такого понятия вообще нету портала такого вообще вот что можно там кучу всяких сделать действий нет и я каждый день это удобно очень удобно очень удобно то есть я только приехал я очень быстро пророче прописка была в краснодаре я помню это целая была морока я не ожидала что во первых я паспорт новый буквально новый паспорт получу за пять дней не платя ни копейки этого недавно где вот я делала паспорта приехала мне был устаревший паспорт внутренне то есть заграничные вы меняете в посольстве или в консульстве у нас фьюстоне из консульства я постоянно меняла ездила консульство чтобы мне гражданство не потерялась я меняла там паспорт но когда ты прилетаешь страну тут уже заграничный паспорт не берут нужно внутренний паспорт внутренний паспорт соответственно у меня был просрочены, потому что консульство внутренними паспортами не занимается, хотя я читала, что вроде бы есть указ уже президента о том, чтобы консульство начало внутренние паспорта обновлять. Но я вот была летом у них дочери паспорт тоже меняла, заграничный российский у нее есть, и сыну брала визу и спрашивала у консульства меня уже начали ли они менять внутренние паспорта. Он сказал, что слышал о таком законе, но его еще не начали воплощать в жизнь, то есть можно будет за границей менять свои внутренние паспорта. Вопрос сразу, знаете, такие вот, такой, три быстрых коротких вопроса и ответа. К чему нужно быть готовым человеку, который переезжает в Россию из-за границы? Ну, наверное, к шоку, в том плане, что вы едете из США или из Германии, думаете, что мы едем там, как нам рассказывают, в какую-то там недемократическую, у трекиего мира страну, вы приезжаете, оказывается, что тут технологии, многие вещи, намного продвинутые, гораздо более продвинутые, чем в том же Америке, да. И вот говорят, мне потом отвечают на этот момент сразу, ну, это потому что Китай, это потому что вот китайская, но американский рынок закрыт для китайских машин, то есть я просто хожу в шоке, какие красивые классные машины, говорю, а что за машины? Да что это китайские? В Америке люди не знают, что есть китайские машины, то есть там вообще просто эта ниша полностью закрыта, люди даже не знают, что есть. И тут круче всяких наворотов, ну, может, пускай даже это будут китайские, но они здесь открыты, на рынке они есть, там их нет. То есть уровень технологий, я считаю, здесь в финансовой, особенно в сфере, в косметической, медицине, в области питания, в сфере питания, услуги, просто на порядок, на порядок выше. И будет шок не в худшую сторону, а в лучшую сторону. Самый, скажем так, на что нужно обратить внимание при выборе места жительства? Вот если мы говорим про Краснодар. Ну, наверное, тут два из двух будем исходить позиций. Вам нужно еще работать, продолжать или вам уже не нужно работать. То есть, допустим, вы заработали свои миллионы и вы просто решили, что что-то мне неспокойно в этой стране, мне миллионы не нужны, но я хочу, чтобы мои внуки жили в нормальных, адекватных условиях. Если мой сын хочет иметь пять детей и жениться на белой девочке, и ему не скажут, что он расист, потому что он не женился на черной, то ему надо, вариантов нет. В Америке вариантов. Или я не буду бабушкой никогда. Я так чувствую, что он там невозможно найти. То есть ему нужно семейные ценности, ему надо вытаскивать своих детей и внуков, чтобы они сначала сына, потом и дочку. Ну, дочка, к сожалению, или к счастью, у нее, но к сожалению для меня, у нее уже есть американский муж, поэтому это уже надо будет более сложно перевозить. Сейчас отлегчемся, у нее американский муж, как он относится к такой тещи? Ну, прекрасно относится, да. То есть он знает ваш настрой? Да, знает настрой. Что вы уже практически по ЦРУ уходите уже под прицелом? Американцы адекватно относятся к этому, это вот неадекватно относятся наши русскоязычные, вот эти колбасная эмиграция по той еврейской программе, они почему-то меня, это просто понимаете, они буквально меня, ну, по всем своим соцсетям, по YouTube каналам, они протаскивают мое имя, постоянно меня ругают, и мне пишут угрозы на моих стримах, на моих комментариях под моими видео, пишут, что мы уже связались с ЦРУ, если ты приедешь, тебя тут сразу, ну, я думаю, что это, ну, булшит, да, то есть это, ну, вранье полнейшее. То есть вы не боитесь, вот сейчас вот посмотрит директор ЦРУ, посмотрит выпуски Ужалина, и вы не боитесь? Нет, я не боюсь, ну, вот и Джулиано, не забывайте, да, не забывайте, хотя и Джулиано Санжо, он как бы живой пример того, как может довести свобода слова, и я обычно говорю тем, которые верят в свободу слова, в Америке, ну, начнем с Джулиано Санжо, где он, да, и куча таких политических там, как бы, преследований в Америке в том числе. Но я так понимаю, что вот, несмотря на все вот эти минусы, несмотря на то, что вы описали на всю эту либеральную вот эту вот чернь, хорошие люди же есть там. Хорошие люди есть, они переезжают в Россию. Вы понимаете, ну, все, если ты хороший американец, мы ждем тебя. Ну, вы помните Жириновского, вы помните Жириновского, Жириновский же говорил, что вы увидите, вы увидите поток американцев, патриотических христиан, которые будут переезжать. Я вот говорю, что все практически слова Жириновского, когда мы над ним тогда смеялись, мы не могли даже представить, что американцы и вообще там австралийцы, канадцы. Сейчас есть огромная семья, вот, наверное, все видели уже, по всем сетям прошло, что канадская семья с девятьми детьми переехали в Россию. Переехала большая семья австралийцев в Россию. Я получаю огромное количество вопросов по поводу переезда наших русскоязычных с американскими мужьями назад. То есть, Юля, расскажите, сколько... Самый такой вопрос, самый популярный у них какой? Самый популярный вопрос, как переехать, какие нужны документы. Какие нужны документы? Какие, вот сейчас посмотрят, какие нужны документы? Ну, американским мужьям будет сложнее, конечно, но девушкам и русскоязычным сектам, не только в Америке, но и в Европе, восстанавливайте свои паспорта. То есть, если вы просрочили свои паспорта, идите в посольство и начинайте свои паспорта менять. Вот у меня, кстати, поступил недавно вопрос такой, очень для нашего времени актуальный. Люди, которые уезжали из наших новых регионов в Америку, у них там американские мужья, они там прожили много лет, и она говорит, у меня паспорт, на ней написано, что это Украина, но я здесь Донецка. Что мне делать? Вот ко мне обращаются люди, что делать? Что делать? И я говорю, что идите в посольство России, берите этот паспорт, ваш украинский, она говорит, ну как мне идти в Украину, менять паспорт, я приеду, я же в Россию еду. Я говорю, идите с этим паспортом в посольство и спросите, чем они вам могут помочь, потому что теперь вы уже гражданка, ваша мама, вы тут родились, именно в Донецке, вы считаетесь уже россиянкой. Вам нужно менять паспорт, ваш этот вот с пропиской Донецка на наши, то есть идите в посольство, очень хорошие люди сейчас работают в посольство. Поменялось, вот система, я хочу сказать, я помню, что раньше в посольствах 90-е было, 2000-е начало, какие там сидели цепные собаки, злые, недовольные. Сейчас очень, поменялась полностью структура посольства, вас встретят там, ну просто с хлебом, солью, все объяснят. А вот в магазинах, кстати, здесь, вот вы же уезжали, были в 90-е, какие тетки сидели еще с Советского Союза, такие сейчас остались? Нет, нет, и даже проводницы в поездах, понимаете, поменялись, вот. Друзья мои, хорошая это Россия. Хорошая это Россия, очень хорошая культура у людей, то есть с удовольствием помогут поднять сумки, принести чемоданы там, там вот минус небольшой, потому что он перрон, вот наш, я слышала, что был устроенный вокзал, да. Это, это как бы, это вот РЖД, вы вот, мы еще почему-то ни разу про это не говорили, но ужасный минус Краснодара начинается с его вокзала, не с красивого здания, а с этого перрона. Перрона, да. Приезжает поезд, и ты должен как будто с какой-то горы с нее скатиться или наоборот в нее забраться, вот, низкий перрон. Но, не было у вас ощущения, что вот эти все люди, которые вам улыбаются, которые рядом с вами такие все добрые, русские, позитивные, они просто думают, ах, приехала америкашка, сейчас я возьму ее там, ночью ее разведу. Нет, они же не знают, ну, 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 если просто я общаюсь. Не заметила у вас такого прям. Да, то есть акцента нет, у меня просто бывают моменты, что какое-то вот выпадение какого-то слова, то есть, допустим, редко используется словом, но у меня вот английское как бы есть, то, что я его, допустим, там использовала 25 лет. Тут у меня бывает какой-то диссонанс, который я просто, я либо, например, знаю английское, не могу вспомнить русское, либо я знаю русское, не могу вспомнить аналог английского, но чаще наоборот. Вы просто всем говорите, что вы репетитор по-английски. Вот-вот-вот. Я не буду тогда уже навекать, что это какие-то... Нет-нет, люди не знают, что я американка. С работой как здесь? С работой... Ну, вы зондировали почву? Да, я зондировала почву, очень много. Не для себя, а вы очень крутая. Я знаю, что вы работали, у вас такой послужной список, что вы можете в любой там... Ну, Москва, да. Нет, а вот вы интересовались, допустим, хорошо, вот сейчас приедет сын, где он будет работать? Ну, сыном проще. Сын у меня оказался умнее всех остальных, и он, недолго думая, на инженера пошел. И у него сейчас вот патенты, он пытается там уже какие-то изобретения начал делать, и он очень заинтересован именно атомной энергетикой и всякие вот эти вот квантовные физики, вот это вот в этом плане. То есть он уже нашел для себя МФТИ, уже открыл, а там, оказывается, есть магистратура на английском языке, и параллельно он будет подтягивать. То есть у него русский, конечно, когда ты живешь, вообще родился в стране еще отец, те, которые родились русскоязычные, оба родители русские, они все-таки язык подтягивают детям. А когда отец американец, и в основном и в семье говорится на английском, и в школе, то даже там приезды бабушек и дедушек, которые вытягивают иногда, не спасают. Да, они, он, как говорится, знаете, как-то собака все понимает, а сказать не может. Он понимает, я ему могу сказать по-русски, там будешь борщ, вот хлеб, кушать, мясо, все, он все знает, ответить, с таким акцентом скажет, что просто ужас. Ну, поэтому... Все-таки сработай как? Сработай, вот я хочу сказать, что в Краснодаре плоховато. Вот, вот, наконец-то мы вот начали немножко вот к реальности. Да, и тоже у меня есть целое видео, у меня на канале, именно прямо вот, как говорится, дипдайв именно в работу, я сделала просто большой такой расклад по работе. То есть, если вы хотите работать в хорошей корпоративной должности, как я работала, например, в Америке, допустим, в сфере телекоммуникации, или в фармацевтической сфере, и вы хотите работать в крупной корпорации, российская или заграничная, кстати, я удивилась, что Джонсон и Джонсон до сих пор существуют в Москве, несмотря на санкции, и Астразейна как существует, то есть, есть западные корпорации, которые до сих пор есть, почему-то все сконцентрировано на Москве, я считаю, это несправедливо, я прямо вот обратилась в видео, я сказала, господа, которые владельцы корпорации, Краснодар просто потрясающий город для корпоративного бизнеса, почему эти офисы должны быть там где-то в Москве, почему если хорошая работа корпоративная в каком-нибудь Билайне, или МТС, почему вы меня зовете в Москву, у вас там снега по колено, у нас вот уже все тут светет, пахнет пчелки уже, в Геленджике так уже деревья все зацвели, и высадили огромное количество вот таких очень пахучих гиацинтов, которые просто идешь по набережной, и запах просто потрясающих этими гиацинтами, которые они вот рассадили кругом в Геленджике, да, то есть немножко переходишь вот в горы, в Кавказске, там все, все, уже сады цветут, пчелы жижут. Я так понимаю, вы в Сочи не были? Я не даю, ну я сейчас вот в эту поездку. Вот объясню вам, друзья мои, когда вы в последний раз были там? Ну вот на Ласточке летела. Только вы прилетели и поехали? То есть вы из всего Сочинского вы видели только новый аэропорт? Да, новый аэропорт потрясающий. И Ласточка. Вид на горы потрясающий, очень все красиво. Друзья мои, не совершайте такую же ошибку, хотя это не ошибка, вам еще столько всего предстоит. Предстоит. Сгоняйте в Сочи, обязательно, тем более жители Краснодара могут это сделать как-то с помощью Ласточки. Сели утром и на следующий день приехали, Ласточки ходят регулярно, главное, потому что... Очень удобные Ласточки, хорошие Ласточки, комфортные. Что было раньше и что сейчас. А, ну конечно, 25 лет не было ничего. С туалетами, да. Это да. Ну хороший вагон можно взять, там есть у них апгрейденные вагоны, что можно не просто в обычном, а там есть, откидывается столик, кресло откидывается, 4 человека сидит и более комфортно. Туалет чистый, очень хороший. Чистый туалет, да. Все, на самом деле, Ласточка, ну 5 часов посидеть вообще без проблем. Без проблем. Сидишь, мужскую звуку слушаешь, р-р-р-р, тем более дорога красивая. Приезжайте в Сочи. Встретились тут же какие-нибудь люди, с которыми ты поговорил. Потому что в Сочи, это вот, мне кажется, вот после Сочи у вас появится много видео на вашем канале, потому что вы будете просто шокированы, потому что это, немножечко даже, это вот лучшая Россия. Вот, я очень люблю просто, но... Ну, я слышала, что цены там как бы... Нет, 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 я не говорю про переезд. А просто отдыхать, отдыхать, да. Просто посмотреть. Ну вот я сейчас, сын у меня прилетает в мае. Чтобы у вас было впечатление полностью. Да, мне прилетает сын, я хочу уже на закуску оставить в Сочи, чтобы он прилетел. И нам только через Турцию теперь летать. То есть он прилетит в Сочи, и мы там остановимся, мы там уже забазируемся на недельку. Я хочу ему показать и Красную Поляну, и все. И вот я уже параллельно как бы с ним тогда вместе все это посмотрю. Вот, ну, надо было обустроиться, понимаете. Конечно. А потом уже на экскурсии. Было решить вопрос работы и так далее. То есть я призываю все московские компании-корпорации открывать бизнес в Краснодаре. Вот так. Заканчиваем мы... Однозначно. Вот так. Начали мы с частного мнения про отдельно взятую страну, заканчиваем отдельно взятыми крупными корпорациями. На самом деле, да. Здесь, на юге, благодаря таким людям, которые сюда приезжают со всей планеты, которые стекаются со своим огромным опытом, со своим огромным желанием работать на благо Родины, ну, это же здорово. Конечно, здесь нужно, чтобы все развивалось. Я думаю, что будет развиваться. Ну, что? Мы только начинаем, по сути, новый этап нашего развития, нашей страны. Ну, все. Спасибо вам большое, огромнейшее за то, что вы нам... Сколько там уже, Алексей, часа полтора есть? Я думаю, у вас же там просто в шоке. Ну, мы так по верхам похватали, да. Но мы можем, знаете как, мы можем же еще встретиться. Вы задавайте вопросы. Обязательно здесь. Вы пишите в социальные сети, чтобы я вам сбросил все данные Юлии, потому что наверняка у вас будут вопросы. Вы сможете помочь людям, которые там, как здесь оформлены. То есть это нормально, потому что свой человек в городе, это же здорово, иметь своего человека, которому можно позвонить. Ведь и так даже ты ищешь, кому платить за что, за какую помощь. Страшно, страшно. А вот, пожалуйста, вот очаровательная девушка, которая поможет вам. Ну, это также и моим подписчикам, которые до сих пор в Америке, уже одной ногой, скажем так, в России. Кстати, я выяснила, я была уверена, что техасцы в России, мой канал, в основном смотрят американцы, ну, русскоязычные, да, с американскими мужьями, с семьями, которые сюда собираются возвращаться, видят весь этот беспредел в Америке. Оказалось, у меня есть подписчики из Германии, и вот они говорят, мы смотрим ваш канал, именно как обустроиться в Краснодаре. То есть мы, говорит, тоже смотрим, и они вот, Герлинджи, с удовольствием смотрели, я ваш канал, совершенно, соответственно, буду тоже, ну, как бы, сказать, рекламировать или предлагать моим слушателям, потому что, если хотите Юг России, то вот вам нужно канал Южанин, если вы хотите выбрать восколебание, вам Москву, Севера, там, и наш Юг, то я думаю, что канал Южанин вам поможет сделать правильный выбор на Кубани, куда пойти. Пожалуйста, когда бы я еще получил рекламу о своем канале, на своем канале. Спасибо, так неожиданно и приятно, очень приятно. Спасибо большое вам. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы еще обязательно увидимся. Однозначно, я и буду совершенно за... Получится, все ваши задумки, поскорее пусть приезжает сын, обустраивайтесь, дочь зовите с зятем, что в конце концов, приезжай, приезжай, как зовут зятя? Ну, зятя зовут Андрея. Андрея, ну что ты, ну, Андрюх, давай к нам. Вообще, что Андрей, это же имя даже подходящее, да? Ну, все, а вам, друзья, настоятельно рекомендую поделиться этим видео с вашими друзьями, которые еще думают, которые просто уверены, что там, где-то там есть волшебная страна, а здесь просто ужас, ужас, ужас. Просто отправьте это видео. Вот, просто откровение человека, который просто рассказывает, как оно есть. Вот, ставим лайки, подписываемся, и все, до встречи. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok